Это неописуемое ощущение, что спортсмены испытывают, какие ощущения именно, когда выигрывают, когда поднимают его руку, но у меня они, я не знаю, как будто человек умирает, а ему дали вторую жизнь. Вот что он испытывает. Честно отвечать? Конечно честно. Организация великолепная, просто турнира, сразу как бы видно уровень самоорганизации, и не зря она стоит на третьем, ошибаюсь вместе в мире, вообще по всем организациям, то есть, вот, встретили классно, кормили классно, вот, номер эти все тоже великолепно, и сам турнир, то есть, вообще четко все прошло. По мне это, вау, можно так сказать, из нюансов, то есть, вообще их ноль, просто ноль, может я их просто их не вижу, ну а так, мне реально очень классно все понравилось. Прошла, как бы, она у меня всегда проходит одинаково, вот, в этот раз она прошла, как бы, великолепно, вот, а так она обычно, когда как, когда выпендривается так в организм, когда нет, но в этот раз нормально сняли, там гоняли немного, вот, но все равно, как, немножко тяжело далось, именно под конец уже, со мной, ну под конец взвешивания, там, наверное, час оставался, не там, с тренером, там, в сауне сидели, гоняли, там, последние граммы, вот, а так, в принципе, неплохо. Бой прошел отлично, это, я так не каждый раз могу сказать, что бой может пройти отлично. В общем, прошел он достаточно, да, ну, в мою пользу, вот, то, что у меня, как бы, все получалось, и подыхалки, и все, что планировали, все отработали, вот, где-то там какие-то недоработки, да, там, тренер видел, но это поправимо, то есть, небольшое, не сильно так страшно, вот, будем дорабатывать, вот, а так, в принципе, у меня все устроило. Установки были те, то, что работают на повтор атаках, и постоянно поджимать, вот, но поджать соперника у нас, так сказать, не получилось, потому что, этот, соперник выбрал такую тактику, что работать с первым номером, вот, и у него это получилось, в принципе, вот, и мне приходилось работать с вторым уже номером, и уже отвечать, то есть, ну, вторым номером тяжело, в общем, работать, и, если бы я стоял бы на месте, я думал, соперник бы сразу бы проходил Это было в ноги, то есть это нам не нужно, так что работали вторым номером, развивали уже по ходу дело, и получилось. Это часто задаваемый вопрос, уже не от всех, потому что у меня вообще в планах не было выбросить это колено, оно как бы было в планах, но не так, чтобы на кого терять соперника, а просто как бы показать, что в ноги лезть нельзя. Я пару раз обманул именно ударами снизу, показал, что если будет проходить, буду встречать, и думал, сейчас выброшу колено, думаю, что знал, что есть колено, с рук буду встречать. И здесь раз выбросил с руки, два с руки, думаю, сейчас надо колено выбросить, легонько выбросил колено, и он в это время ноги проходил, и он попался на колено. Я думаю, если бы сделал акцентированный удар, тогда, может быть, и завершил бы бой. Но и так соперник, ну, потрес соперника, молодец, уважение Паше, что проявил характер, он красавчик, я думаю, не каждый бы человек встал бы после такого удара. Вот, еще пробовал добивать, как бы, ну, там уже время осталось, если бы, я думаю, если бы больше было бы время, то, я думаю, может быть, и финишировал бы. Так, там уже оставалось, не помню, 20-30 секунд, то есть, ну, добить. Можно было, конечно, но уже и силы, и силы уже не особо много было. Вот, так что, как-то так. Я понимал, что я первый раунд забрал точно. Второй раунд, я понимал то, что более-менее там и мне, и Пашу можно было поддать. Но третий раунд, я понимал, когда выходил, я думал, надо доработать. А здесь еще бьюсь и слышу с угла, там, Славка кричит, там, давай, Димон, ты чемпион. У меня это просто, ну, аж заколотило, думаю, ну, все, сюда, давай. Ну, все, погнали, там. Я уже начал пробовать работать в первом стойке, потом еще Славка кричал, что, ну, он уже пятится назад. Я уже сам заметил, что, ну, поначалу он шел первым номером работать, а потом уже, ну, пятится начал. Я думаю, можно вот здесь поджать еще чуть-чуть и сломать его просто. Вот, и потом мы уже начали зарубаться, и все прошло великолепно. Я думаю, третий раунд, сто процентов я тоже забрал, потому что, как бы, удары обоюдные, но у меня и серии залетали такие хорошие именно, и с рук, и с ног. Я знал, что я забрал и первый, и третий раунд, и, может быть, второй. Но почему-то у меня такие мысли, что я проиграл вообще был. Я не знаю почему, но я немного понимал именно по раундам то, что я выиграл, но мысли такие, что я проиграл. Было волнение. Да, было очень, ну, может, да, скорее всего, это было из-за волнения, потому что этот бой, как бы, непростой. Я думаю, это не сказать, что он самый сложный, но такой принципиальный бой. Самый принципиальный бой, наверное, был у меня в карьере. Вот, потому что этот бой ждали, я думаю, не только я, а все ждали, наверное, болельщики. Болельщики, ну, и на девятый раз или на восьмой, я не помню даже уже какой, но мы его провели, то есть, именно из-за волнения это очень тяжело было. Для меня и мандраж был перед боем даже, наверное, за день такой, что просто, я не знаю, в первую жизнь такой мандраж ощущал именно. Ну, прошло все, на арену приехал уже все, там пацаны подъехали, или Нур, и Тоха. И все, там уже все отпал, уже выходил невеселее, нормально. Это, конечно, да, ну, это не описываемое ощущение, что спортсмены испытывают, какие ощущения именно, когда выигрывают, когда поднимают твою руку. Но у меня они, я не знаю, как будто вот человек умирает, а ему дали вторую жизнь. После боя, как бы, чувствовал себя, пока не отошел, ты сразу к раздевалку пришел, ну, еще нормально было. Там, единственное, то, что рассечение было под правой бровиной, ну, под левой бровиной. Вот, там, ну... Скажи, блин. О. Ну, оно уже зажило, там, четыре швана ложили, там, один отвалился уже. Вот. В принципе, из таких серьезных только сечка, а так, там, пол лица, там, уже на утро было опухло. Вот, там, скулу не мог сгибать, там, ну, уже разработал немного. Вот, ну, и немного гол я разбил, да и все. Тяжело бьет? Ну, с учетом того, что он ногами не бил, я не проверял его ноги, потому что он за три раунда не ударил ни одного удара с ноги. Это удивило. Вот. Вот, а с рук, с ним, я думаю, в третьем раунде, ну, мы зарубились, и мне понравилось так. Удар у него тяжелый, это я. И рука мне понравилась. Нет, это самый большой. Да, очень большой. Ну, для меня, потому что я больше не получал, то есть. Вот, и... Это классно. В первую очередь, конечно, я родителям перевел. Ну, где-то, наверное, четверть суммы. Все из своего гонорара, да, четверть суммы я родителям перевел. Маме, папе и сестре, да. А потом еще потратил... Короче, себе оставил там, ну, неплохо, в принципе, но потратил еще на жену, на дочь обязательно. Вот. Ну, и себе, я думаю, все купил уже. Часики прикупил. Не в шоке. Это реклама. Ну, все, что хотел, в принципе, о том, о чем мечтал, то и купил. Планы на будущее, если бы знал бы, я сказал бы, радиозные бы. Вот. Ну, а так, я пока не знаю, то есть, тренер будет, я думаю, оповещать. Вот. Я бы знаю, что ИСЕ возвращается в Денинск уже в декабре. Потом смотрел у них посты там в Инстаграме, что они в декабре планируют три подряд турнира провести. Вот. И если проведут они в Беларуси, в Минске, дай бог, чтобы на нем выступить. Еще раз показать красиво, я думаю. Бой. Я думаю, всем понравился. Да, я после своего поединка пропустил, наверное, один или два. И то я в раздевалке сидел там, смотрел. Потом пришел на трибуны и все поединки полностью пересмотрел. Мне понравился бой. Саня Ковалева, в принципе, понравился бой. Но там такой, именно вот, не в том, что он красочный, а в том, что он такой вот морально-волевой там был. Такой... Ну, понравился Саня, наверное, бой от украинца. Я не помню, как украинца зовут. Вот. А так, кроме Саня, я думаю, больше так ничего не впечатлило так. Ох, с учетом того, что девятый месяц. Десять, одиннадцать, двенадцать, ну за три месяца, я думаю, она будет два-три, я бы провел с удовольствием. По любителям, может быть, где-нибудь подрался бы и по профикам бы подрался бы раза два точно. Вот. А там будет видно, то есть. Прицелу метка бьет, я как бы, ну, есть люди. Но я не буду пока афишировать, как-то не хочется особо. Но есть. Есть. Парня как хорошие. Бьется в счет один. Вот. И я бы с удовольствием провел бы бой. Ладно, я назову, ладно. Назову бы Калечиса и Манько. Вот. Два человека, с которым я бы хотел побиться. Я знаю, ну, Петр Ян, вот ладно. Потом кто еще? Коди Гарвард. И Делошоу. Это вот тройка меня именно нравится тем, что они такие, как я, вот рубаки. Я вот обожаю просто рубиться. Вот и они такие вот. Ефи, конечно. Не, ну, Мортал Комбо тоже практически неплохой. Там вот сейчас аминщиков там обижу. Не, ну, Ефи вырубаю. Вот четвертая тяжелая, там борьбы очень много. Даже не играйте, не берите четвертую. Сообщений, именно вот, если брать, вот после боя сразу, если брать и знакомых людей, и незнакомых, около ста сообщений, не, даже больше, 120 именно сообщений именно в таком инстаграме. И около 110, вот на данный момент, 110-120 человек именно пришло ко мне. Сразу вот, как после боя, буквально за сутки мне подписалось около 100 человек. То есть, и, и участвуют до сих пор, они начинают, ну, подписываться, 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 и на видосах там нажать. У меня вот, ну, не так уж и много подписчиков, но именно вот и лайков, и просмотров на видосах там, уйма там по 2000, там, но просмотров именно. То есть, классно, мне нравится. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, потому что я знаю, вас очень много, у меня в инстаграм уже разрывается, просто я уже после боя надоедаю, короче, ну, отвечать вам. Но я всем отвечаю, так что спасибо вам огромное за поддержку, очень рад вам показать красивый бой, я думаю, вам понравился, вот, ждите новых побед, и продолжайте написывать, я буду отвечать обязательно. Ну, мы знаем, что ты работаешь, да, ты понимаешь, чтобы дальше расти, там-то оппозиция серьезная, в 61, вот, как ты планируешь дальше строить свой тренировочный процесс, ты будешь продолжать работать, либо ты будешь как-то совмещать тренировки с работой, либо полностью уходить в спорт, что, что, ну, какие мысли в голове? Планы и мысли в голове полностью погрузиться в спорт, полностью. Я, в принципе, кто знает, все, я думаю, все прекрасно знают, что я сам не из Витебска, а из Могилева родом, вот, и Витебске, я тут живу около 4 лет, вот, и, как бы, я сюда и приезжал, чтобы именно тренироваться, только ради этого, вот, и в планах именно у меня только тренировки. И у меня на первом месте, значит, это не работа, там, где мне найти какую-то работу, там, да, там, обеспечивать семью. Я с боев могу зарабатывать, если я буду влаживаться полностью в тренировки. Если я буду работать, пыхать, я буду выступать на боях, я буду зарабатывать именно боями, то есть, вот это вот у меня в планах. Все.